Объединенные библейские общества представляют Мир Библии Часть третья От Иисуса Новина до Языки В Библии рассказывается, как израильтяне под предводительством Иисуса Новина, преемника Моисея, владели землей Ханаана. Они перешли через Иордан, близ города Ерехона, вместе под названием Гелгал. Когда священники, несущие ковчег Завета, ступили в воду реки, Иордан остановил свое течение. Воды встали стеной у места, которое называется Адам. Это в нескольких километрах к северу от Ирехона. Иисус распорядился, чтобы двенадцать человек по одному от каждого племени взяли с одной реки двенадцать камней, а потом особым образом расставили эти камни в Гелгале. Это место стало израильским святилищем. Подобные святилища из специально воздвигнутых камней характерны для Древней Палестины. Иногда эти камни по-еврейски «мацевод» олицетворяли молящихся, иногда – богов. Хотя в книге Иисуса Новина слово «мацевод» и не упоминается, описанное святилище относилось именно к этому типу. Камни были воздвигнуты в Гелгале, где израильтяне перешли реку. Здесь они стояли лагерем перед тем, как приступили к завоеванию Ханаана. Гелгал располагался в нескольких километрах от Ирехона. Точное местоположение его неизвестно. В первой голове книги Судей рассказывается, как племя Иуды при поддержке племени Симеона завоевало юг Ханаана. Племена Ефрема и Моносии, потомки Иосифа, завоевали горные области к северу от Иерусалима. Племена Асира и Нефалима завладели землями к северу от Изриельской долины. Племена Рувима, Гаада и часть племени Моносии остались жить к востоку от Иордана. На завоеванных израильтянами землях прежде жили Ханаании. Второзаконие описывает их страну в таких словах. Там города, которые строил не ты. Там дома, полные добра, которые собрал не ты. Там водоемы, которые выкопал не ты. Виноградники и оливковые сады, посаженные не тобой. Все это должно было стать владением израильтян. Большую часть страны занимали горы. Между ними лежали маленькие долины. Лишь незначительные участки земли были доступны для обработки. Но сельскохозяйственную площадь можно было увеличить, устраивая на холмах террасы. Особенно хорошо подходили такие террасы для возделывания оливковых деревьев. Приготовление террасы включало в себя, во-первых, строительство подпорных стен, и, во-вторых, заполнение пространства внутри этих стен почвой, с таким расчетом, чтобы почва удерживала воду после дождей и не давала ей бесполезность текать по склону. Строительство террас было трудной работой. Целой семье требовалось работать в течение года, чтобы подготовить террасу площадью около тысячи квадратных метров. Террасы строились на западных склонах гор, обращенных к морю. Там выпадало больше дождей. В Ханаане были и города, точнее, небольшие городки. Площадь их в среднем была порядка 20-25 гектаров. Это все равно, что площадь квадрата размером полкилометра на полкилометра. Даже в самых больших городах численность населения не превышала несколько тысяч человек. Там жили ремесленники и торговцы. Там находились резиденции местных правителей, храмы. Города были обнесены стенами. Ханан не был единым государством, а распадался на множество так называемых городов-государств. Правители их носили титул царя. Многие из этих городов-государств упоминаются в Ветхом Завете. Хацор, Шехем, Гезер, Мегидо, Лахиш, Ашкелон, Лаиш, позднее переименованный в Дан. Евус, то есть Иерусалим. Важнейшие города располагались вдоль Виамарис, приморского пути, который связывал Египет с Сирией. Крупнейшим городом Ханаана был Хацор, стоявший у северного конца Виамарис. Младыка Хацора, единственный из ханаанских правителей, осмеливался именовать себя царем даже в переписке с могущественным фараоном Египта. Остальные же царьки Ханаана, обращаясь к фараону, называли себя собаками и униженно начинали свои письма с того, что они падают перед фараоном семикратно и еще раз семикратно на живот и на спину. Согласно повествованию книги Иисуса Навина, израильтяне победили царей северного Ханаана и сожгли их от Сорда Тла. Города в Сирии и Палестине обычно строили на вершинах холмов. Они были окружены крепостными стенами с воротами. Стены ворот делались особо толстыми, проход через ворота был длинным и узким. Ворота были самым уязвимым звеном в цепи городских укреплений. Их защиту нужно было продумать особенно тщательно. Я нахожусь сейчас во внешних воротах древней Беер-Шевы. За ними находится проход к внутренним воротам, защищенным башнями. Этот проход резко поворачивает влево. Зачем? Дело в том, что в случае нападения на город у атакующих, если только они не были левшами, оружие было в правой руке, а щит в левой. Когда прорвавшись сквозь внешние ворота, атакующие поворачивали к внутренним, им приходилось подставлять незащищенный правый бок под стрелы и камни воинов, находившихся на городских стенах. Такая конструкция ворот давала обороняющимся дополнительные преимущества. Нередко городские укрепления состояли из двух параллельных стенок, промежуток между которыми засыпался землей и камнями. Такую стену называют казематной. В некоторых городах промежуток между стенками не засыпался, и там прямо в крепостной стене жили люди. Дом блудницы Рааф находился в крепостной стене. Старейшины города встречались в воротах или на площади рядом с воротами. Там обсуждали городские дела, вершили суд. За крепостными стенами начинался лабиринт узеньких улочек. Перекрестки образовывали небольшие площади. Здесь, под открытым небом, или чаще всего у городских ворот, располагался рынок, где была сосредоточена общественная жизнь города. Улицы и площади были за редчайшими исключениями немощенными. При раскопках города Дана археологи нашли хорошо сохранившиеся древние крепостные ворота. Они были построены из кирпича-сырца на каменном основании. Похожие ворота, только в худшей сохранности, нашли при раскопках Ашкелона. И в том, и в другом случае, ворота были построены в хана-анейскую эпоху, примерно за 600 лет до появления израильтян в Палестине, древнее имя города Дан – Лаиш. Первоначально, как мы узнаем из Библии, племя Дана поселилось на территории между Иерусалимом и Средиземным морем, а впоследствии переселилось на север. Там люди племени Дана захватили хана-анейский город Лаиша и переименовали его в Дан. Первый царь северного царства Иераваам I построил два жертвенника, один на севере в Дане, второй на юге в Вифиле. Святилище по-еврейски называется Бома. В Библии эти святилища осуждаются, поскольку поклоняться Богу, согласно пяти книжей, можно только в одном месте. В Дане археологи раскопали особо большую бому. На русский язык бома переводится как «высота», но это не точный перевод. Такие святилища не обязательно находились на вершине холма. У южных ворот Дана при раскопках нашли небольшую квадратную платформу, по углам которой находились базы колонн. Возможно, на этих колоннах покоился навес, под которым царь вершил суд над своими подданными. Другая гипотеза предполагает, что эта платформа маленькая святилища при входе в город. Здесь же, в воротах, была найдена длинная каменная скамья. Быть может, на ней сидели городские старейшины во время своих встреч. Когда старые здания приходили в негодность, их сносили. Камни и глину от стен снесенного здания утрамбовывали, и поверх руин строили новые дома. С каждой перестройкой полы домов и улицы города поднимались все выше. Образовывался искусственный холм Тель. Городские стены стояли на склонах Теля. Мы уже упоминали про блудницу Раф. Она жила в Иерихоне, прямо в крепостной стене. Археологические раскопки показали, что Иерихон конца второго тысячелетия до нашей эры был довольно маленьким поселением, даже по тогдашним меркам. В книге Иисуса Новина рассказывается, что Иерихон пал после того, как израильтяне осуществили особый ритуал. Шесть дней они обходили город, неся ковчег Завета. На седьмой день обошли город семь раз, и семь священников затрубили в семь труп. И стены Иерихона рухнули. Археологи искали эти стены, но не нашли. Впрочем, и от самого города мало что осталось. Восемнадцатой главе книги Иисуса Новина говорится, что после завоевания Ханаана вся община Израиля собралась в городе Шило. Там поставили скинию собрание. Город Шило располагался в центре Ханаана и продолжал играть важную роль в религиозной жизни Израиля, даже после того, как был построен Иерусалимский храм. Иерусалимский храм. Еврейское слово «хар» обычно переводят на русский язык как «гора», но на самом деле оно часто означает просто «холм» или «холмистая местность». Скажем, Хермон на севере Палестины – это настоящая, очень высокая гора, вершина которой покрыта снегом. Но горы горизимы Гевал близ Шехема или гора Фавор в Галилее уже пониже, больше похожи на высокие холмы. Гора Сион, на которой стоял Иерусалимский храм, существенно ниже, чем окрестные горы. Высота горы Кармель на северо-западе страны всего 550 метров над уровнем моря. Евангелие говорит, что Иисус, перед тем, как произнести Нагорную проповедь, взошел на гору, но эта гора, находившаяся близ озера Кенерет, на самом деле расположена ниже уровня моря. Несколько еврейских слов могут быть переведены как «река» или «водный поток». Одно из них, Еор, употребляется почти исключительно по отношению к Нилу. Другим словом, Нахар часто обозначается могучий Ефрат. Самая большая река Палестины – Иордан. Это одна из немногих рек Палестины, которые текут круглый год. Но даже Иордан имеет всего лишь несколько метров в ширину и около двух метров в глубину. Большинство других речушек Палестины текут лишь во время дождей. Дожди кончаются, речушки пересыхают. Русла таких пересыхающих потоков называются по-арабски «Вади», а по-еврейски «Нахаль». Сотни таких русел пересекают страну. Часто в Библии мы слышим выражение «горная страна», «нагорная земля». Вообще-то под такое описание подходит большая часть Палестины. Иногда библейский автор уточняет, какой именно район страны имеется в виду. Например, Ефремова гора, то есть земля племени Ефрема. Изриэльская долина – самая большая в стране. С севера она ограничена холмами Галилеи, с юго-востока – горами Гильбоа. На западном краю Израильской долины находится город Мегиддо. Это один из важнейших наанейских городов. После того, как он попал в руки израильтян, царь Соломон воздвиг там крепость. На восточном краю Израильской долины располагался город Изриэль. От него долина и получила свое название. Этот город сыграл большую роль в истории Северного, Израильского царства. Изриэль и Мегиддо контролировали важные участки Виа-Марис, дороги, которая шла из Египта в Сирию и дальше в Месопотамию. Пустыня занимает особое место в библейских повествованиях. По ней блуждали израильтяне после ухода из Египта. В пустыню уходили библейские пророки. В Библии слово «мидбар» – пустыня. Это вовсе не обязательно песок и барханы. Так, например, Синайская пустыня – это горы, прорезанные долинами. Самая высокая из этих гор – гора Святой Екатерины – возвышается на 2600 метров. Эта горная страна именуется пустыней, потому что здесь почти не бывает дождей. Менее 100 миллиметров осадков в год. Растительности здесь немного. К северу от Синайской пустыни находится Негев. Некоторые ученые считают, что слово «Негев» первоначально значило просто «сушь». В языке Библии оно означает также юг. Территория Негева меньше, чем территория Синайского полуострова. Рельеф здесь более ровный. Многие истории, связанные с Авраамом, Исааком и Иаковом, разворачиваются в Негеве. По мере того, как мы продвигаемся на север, осадков становится больше. Обильнее становится и растительность. Близ Мертвого моря лежит Иудейская пустыня. Здесь климат позволяет разводить лишь мелкий рогатый скот. На востоке Иудейская пустыня выходит к Мертвому морю. На западе поднимается на вершину горного хребта, где находятся Иерусалим и Вифлеем, родной город царя Давида. Мертвое море – самое низкое место на земле. Его воды почти в десять раз солонее океанской воды. В Библии его называют Соленым морем или Морем Оравы. Несколько рек впадают в Мертвое море. Самая большая из них – Иордан. Там, где на берегах Мертвого моря находятся источники, вокруг них появляются оазисы. Один из таких оазисов – Энгидди. Здесь Давид скрывался от царя Саула. Иудейская пустыня, в особенности в районе Энгидди, прорезана множеством глубоких, узких, непроходимых ущелий – Вади. Давид бежал в Иудейскую пустыню после того, как Саул попытался его убить. Саул преследовал его. В одном месте Библии мы читаем, что Давид и Саул разговаривают друг с другом так, как будто они совсем рядом. Давид и Саул легко могли переговариваться друг с другом, стоя по разные стороны ущелья. И при этом Давид был полностью недосягаем для воинов Саула. Пустыня – дикое место, малопригодное для обитания. Но герои Библии часто удаляются в пустыню. Многие, как Давид, бегут туда от опасности. Агарь бежит в пустыню от своей хозяйки Сары, и пустыня стала местом, где Бог сверхъестественным образом спас Агарь. Тема Бога, спасающего тех, кто ушел в пустыню, звучит и в рассказах о сорокалетних странствиях израильтян, и в повествовании о пророке Илии, который скрывался в пустыне от Иезавели. Пустыня в Библии предстает перед нами как место, где Бог говорит с человеком лицом к лицу. Орова – это долина, вытянувшаяся по восточной кромке Негева, от Мертвого моря на юг. В некоторых случаях оровой в Библии называются также и территории, лежащие на север от Мертвого моря, вдоль Иордана. Как и Негев, орова – очень засушливое место. Сельское хозяйство здесь практически невозможно. Время, когда израильтяне появляются в Ханаане, совпадает с концом Бронзового века. Так называют период в истории человечества, когда для изготовления орудия труда и оружия использовали бронзу, сплав меди с оловом. Начиная примерно с 1200 года до н.э., на Ближнем Востоке все большее распространение получает железо. Оно тверже бронзы. Начинается железный век. Появление железа в Палестине связывает с приходом сюда филистимлен. Филистимлены относятся к группе несемитских народов, которых принято называть народами моря. Они вторгаются в Ханан с моря около 1200 года до н.э. Примерно в это же время израильтяне приходят в Ханан с Востока. Главными городами филистимлен стали Газа, Аждот, Ашкелон, Гат и Экрон. Когда филистимлены проникли дальше, вглубь страны, они столкнулись с израильскими племенами, прежде всего с племенами Дана и Иуды. В следующие 200 лет, в так называемый период Судей, филистимлены владели всем юго-западным побережьем страны. От Газа до небольшой речки, которая в Библии зовется Ме-Яркон. Пока израильтяне не научились обрабатывать железо, они зависели от филистимлен. Из железа изготавливали разные сельскохозяйственные орудия. Для пахоты в те времена использовали саху. Она была деревянная, но сашник, острие, разрезавшее твердый грунт, было железным. Из железа делались также мотыги для вскапывания почвы, топоры для обработки дерева. Садовые ножи на длинных ручках служили для подрезания веток, до которых невозможно было дотянуться обычным ножом. Поспевшие злаки срезали железным серпом. Некоторые сельскохозяйственные орудия напоминают по форме мечи и копья. Когда Исаия и Михей пророчествуют о наступлении времен мира, они говорят, что оружие будет перековано в инструменты мирного труда. Мечи в сашники, а копья в садовые ножи. Когда пророк Иоиль зовет народ на войну, он использует обратный образ. Сашники и садовые ножи будут перекованы в мечи и копья. Культовые предметы, оружие, керамика – все говорит о том, что филистимляне пришли в Палестину из района Игейского моря. Постепенно их культура смешалась с культурой хананеев, и они даже перешли на семитский язык. Слияние филистимских традиций с хананейскими хорошо видно по керамике. Ранняя филистимская керамика монохромная, один цвет по светлому фону. Очень похоже на керамику Игейского бассейна и острова Кипр. Поздняя филистимская керамика бихромная, впитала в себя традиции хананеев. Какой бы древний памятник не раскапывали археологи, больше всего они находят глиняных черепков. Горшки посуды делались из обожженной глины, но обожженная глина – хрупкий материал. Битую посуду тут же выбрасывали и заменяли новой. Изготовление керамики начиналось с того, что глину тщательно замешивали, чтобы она стала мягкой и однородной. Посуду во времена Библии уже обычно изготавливали на гончарном круге, вращающемся круглом столике. На середину его клали кусок глины, внизу к ножке был прикреплен еще один нижний круг, который гончар мог вращать ногами и тем самым поворачивать весь столик. Так ему было сподручнее лепить сосуд. Если сосуд получался бракованным, гончар сминал глину в сплошной кусок и начинал свой труд заново. Если сосуд получался хорошим, его на несколько часов выставляли на солнце, просохнуть, а затем обжигали в специальные печи. Глиняная посуда была в каждом еврейском доме. Без нее просто нельзя представить себе быт древних израильтян. Во многих местах Библии глина – образ податливости. Иеремия возвещает израильтянам слова Бога, «Как глина в руке горшечника, так и ты в моих руках, дом Израиля». А в других местах Библии глиняная посуда – образ непрочности. В 41 главе Исаии описывается, как горшечник месит глину ногами перед тем, как приступить к работе с ней. Здесь это образ войны. Даже религия филистимлин со временем стала похожа на религию хананеев. Филистимские божества, упоминаемые в Библии Дагон, Астарта, Баалзевуф – это хананейские божества. В самом северном из филистимских поселений, сейчас это место называется Тель-Кассили, археологи раскопали храм. Кому был посвящен этот храм, неизвестно. Потолок основного помещения храма поддерживался двумя большими деревянными колоннами. Каменные базы колонн можно и сейчас увидеть в Тель-Кассили. Книга Судей рассказывает, что Самсон, взятый в плен филистимлинами, попросил поставить его между двух таких колонн, а потом навалился на них, чтобы они упали, и храм рухнул. Во время Судей израильские племена населяли горные районы Южного, Центрального и Северного Ханаана, а также Галаат за Иорданом. Израильтяне жили не в городах, а в маленьких деревнях, разбросанных тут и там. Члены одного клана обитали вместе в одной деревне. Кланы одного племени жили по соседству в одном районе. Лишь изредка несколько деревень, кланов или племен объединялись для совместных действий. Такое бывало в годину бедствий, когда харизматический вождь в Библии такие вожди называются судьями, объединял людей вокруг себя, чтобы противостоять общему врагу, например, Моаву или Омону. В книге Судей рассказывается, как Варак и Девора возглавили союз нескольких израильских племен, направленный против царя Хацора. Этот рассказ ясно показывает, что хотя горные области Палестины в ту пору были уже под контролем израильтян, долины находились по-прежнему под властью Хананеев. Опасность со стороны Хананеев и Филистимлин заставила израильтян объединиться и избрать царя. Первым царем был Саул из племени Вениамина. В начале правления Саул выиграл ряд битв с филистимлинами, с амонитянами и амаликитянами. Он распространил свою власть на соседние племена. Сколько он правил, не ясно. В одной из битв у Гильбоу Саул и трое его сыновей были убиты. Тело Саула было повешено на городской стене Бетшеана. После смерти Саула старейшины племени Иуды возвели на царство Давида. Это произошло около тысячного года до н.э. Сперва северные племена Израиля сохраняли верность династии Саула, но затем стали склоняться на сторону Давида. Через семь лет после смерти Саула они также признали над собой власть Давида. Так весь Израиль оказался объединенным. Церемония возведения на царство включала в себя ритуальное возлияние оливкового масла на голову царя. Это называется помазанием на царство. Помазание осуществлялось пророком или священником. Масло возливали из рога. Возможно, есть связь между этим действом и символикой рога в Библии, где он выступает как образ силы и власти. Давид освободил израильтян от Игофелестимлин. Важнейшей его победой стало завоевание Иерусалима, или иначе Евуса, города племени Евусеев. Иерусалим был в ту пору маленьким городком, который лежал на невысоком южном отроге Сионского холма. Природные ресурсы в окрестностях Иерусалима крайне скудны. Гихон, источник, влез которого был построен город, дает не так уж и много воды. И все же Давид сделал Иерусалим своей столицей. Это был мудрый выбор. Город находился в самой середине территории, занятой израильскими племенами, и в то же время не принадлежал ни одному из племен. Это было важно для сплочения разных племен в единый народ. Давид сделал Иерусалим культовым, административным и военным центром страны. Он расширил свое царство за счет соседей, овладел Изриэльской долиной, подчинил Галилею и значительную часть Зайордания. Давид покорил аммонитян и муавитян и заставил их платить ежегодную дань. В книге «Царство» описывается, как войска Давида под предводительством Иоава осадили и взяли Рабатамон, столицу аммонитян. На юге Давид подчинил себе Негев, победил Эдом. По всей стране эдомитян он поставил гарнизоны. Можно сказать, Давид создал маленькую империю, но просуществовала она недолго. Соломон, сын Давида, уже не вел новых завоевательных войн. Зато с его именем связаны дипломатические успехи Израиля и укрепление израильской торговли. Соломон был известен и как мудрец. Библия говорит о его обширной строительной программе. Торговым партнером Соломона был Хирам, царь финикийского города Тира. На протяжении 20 лет Соломон поставлял Хираму пшеницу и оливковое масло в обмен на строевой лес из Ливана и помощь финикийских строителей. По сути, все архитекторы и ремесленники, работавшие в Иерусалиме, над проектированием и строительством новых зданий были финикийцами. Небольшая крепость Иерусалим, город Давида, превратилась при Соломоне в подлинную царскую столицу. В черту города вошел и холм, именуемый Сион, или, в другой традиции, гора Мариа. Этот холм стал акрополем Иерусалима. В псалмах он часто называется Святой Горой. Пророки говорят о нем, как о горе Божьей. Здесь, на высоких фундаментах, были выстроены храм и дворец царя. Все остальные дома в Иерусалиме находились ниже по склону. Таким образом, царь был символически превознесен над простыми людьми. Площадь Иерусалима при Соломоне выросла с 4-5 гектаров до 10-12. Численность населения Иерусалима составляла при Соломоне, по подсчетам ученых, около полутора тысяч человек. После смерти Соломона царство распалось надвое. В Южном Иудейском царстве продолжали править потомки Давида. Северное царство называлось Израиль, иногда Иаков или Ефрем. Первым царем его стал Иераваам, возглавивший бунт северных племен против династии Давида. Иераваам построил два больших жертвенника, один на юге в Вефиле, другой на севере в Дане. В обоих святилищах он поместил изображение золотых быков. Бык – важнейший символ западносемитского бога Ваала, бога бурь, дождя и плодородия. Ваал был, по-видимому, главным богом хананеев. Они верили, что он в силах победить Мота – бога смерти. В Библии упоминается также богиня Ашара. Она была богиней плодородия и, возможно, спутницей Ваала. Северное царство Северное царство страдало от внутренней политической нестабильности вплоть до начала IX века до н.э., когда к власти пришла династия царя Амри. По-русски его иногда называют Амврием. Амри основал новую столицу на стратегически важном холме, который он купил у человека по имени Шамер. Поэтому город получил имя Шамрон – Самария. Это был большой и красивый город столицы Израильского царства. В Библии часто упоминаются финикийские города Тир и Сидон. Финикия – это греческое название северного побережья Ханаана. Считается, что оно происходит от названия драгоценной пурпурной краски, которую здесь добывали из тел морских моллюсков. Ткани, окрашенные пурпурной краской, были главным предметом финикийского экспорта. Финикия никогда не была единым государством. Это цепь городов-государств, вытянувшихся вдоль берега. Крупнейшим из них был Тир. Он стоял на острове, неподалеку от побережья. Другие важные города страны – это Сидон и Библ. В первой половине первого тысячелетия до н.э. Тир – самый большой портовый город мира. В нем были две гавани – египетская и финикийская. Жизнь горожан отличалась роскошью и космополитизмом. Отсюда везли в Египет знаменитые ливанские кедры. Тир оставался важным городом и во времена Иисуса. До сих пор ныряльщики достают здесь со дна моря маленькие статуэтки изображений финикийских солдат, египетских женщин. Финикийцы славились, как мореходы. На своих деревянных судах они перевозили людей и грузы. Корабли ходили либо под парусом, либо, когда попутного ветра не было, на веслах. Весла использовались и для маневра. Рулили с помощью двух больших весел, выступавших с кормы. Якоря иногда делали из железа, но чаще в функции якоря использовали большой камень с просверленной в нем дыркой. Самый древний из финикийских городов – Библ. Этот город издавна установил торговые отношения с другими странами Средиземноморья, прежде всего с Египтом. Финикийцы изобрели алфавитное письмо, в котором знаки обозначали не слова или слоги, а согласные звуки. На саркофаге Хирама, царя Библа, находится древнейшая финикийская надпись. Она датируется примерно тысячным годом до н.э. Главным врагом Израиля было сирийское царство Арам со столицы в Дамаске. При израильском царе Амри Израиль подчинил себе города Моава, но после смерти царя Ахава Израиль стал слабеть. Моавитяне взбунтовались, маавский царь Меша отказался выплачивать дань. Царь Арам израильский в союзе с царем Иудеей и Асафатом напали на Моав. Перед лицом гибели царь Моава принес в жертву своему богу Кимошу собственного сына. Жертвоприношение было совершено на крепостной стене Кирхоресета, маавской столицы, на глазах у израильского и иудейского войска. Охваченные смятением, пишет Библия, израильтяне отступили. Вполне возможно, маавитяне смогли сбросить себя иго израильтян. В 1868 году немецкий миссионер нашел в Заяордании каменную стелу примерно метровой высоты. На ней был запечатлен рассказ царя Меши о его войнах с Израилем. Эту стелу принято называть Моавским камнем или стелой Меши. Ее текст повествует, как маавитяне отвоевали у израильтян назад свои города. О жертвоприношении царского сына не говорится. Стелла Меши приписывает успех маавитян заступничеству бога Кемоша. Кемош сказал мне, ступает, бери у израильтян город Нево. Я выступил ночью, сражался с рассвета до полудня и взял город. Я убил всех жителей, семь тысяч человек, мужчин, юношей, женщин, девушек, рабынь. Я посвятил их Аштар Кемошу. Еще в первой половине восьмого века до нашей эры пророк Амос предсказывал угрозу Израилю со стороны Ассирийской империи. Вскоре угроза реализовалась. Ассирия стала хозяйками Сапатами, Сирии и Палестины и оставалась ею полтора столетия. Основой экономики Ассирии – зерновые поля в окрестностях Нинвии и Калаха. Первой столицей Ассирии был Ашур, город, носящий имя главного бога страны. Однако с начала первого тысячелетия до нашей эры Ассирийские цари стали перемещать свою основную резиденцию все дальше на север. Вначале в Калах, потом в Дур-Шарукин, потом в Нинвию. Нинвия была огромным городом. Книга Иона говорит, что на то, чтобы обойти ее, у пророка ушло три дня. Город был окружен стеной с двенадцатью воротами, посвященными двенадцати Ассирийским богам. Когда в шестьсотдвенадцатом году до нашей эры вавилоняне и медийцы осадили Нинвию, а сирийцы надеялись на мощь крепостных стен столицы, однако вавилоняне направили воды тигров в сторону стен города, вода подмыла фундаменты стен, и через некоторое время стены рухнули. Не об этом ли говорит непонятное с первого взгляда строчка из пророчества Наума. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Если государство вначале признавшее верховную власть Ассирии восставало и отказывалось платить дань или вступало в союз с врагом Ассирии, то наказание было быстрым и жестоким. Зачастую ассирийцы просто превращали взбунтовавшуюся страну в свою провинцию и депортировали часть населения. Такая судьба постигла и Израильское царство, которое изменило Ассирии и заключило союз с Египтом. В 722 году до н.э. ассирийцы переселили значительную часть населения Израиля в другие области своей империи. Иудейское царство напротив не участвовало в антиассирийских интригах. Пророк Исаия советовал Ахазу, царю Иудеи, быть твердым и не поддаваться соблазну восстать против Ассирии. Исаия пророчествовал, что мятежные Дамаска и Израиль скоро будут разрушены ассирийцами, а Иудея избежит этой участи. Так и случилось. Политика Иудеи изменилась при Языкии, преемнике Ахаза. Языкия восстал против Ассирии. Библия сообщает нам также, что Языкия убрал из Ярусалимского храма статуи богов и прочие ритуально нечистые предметы. Готовясь к войне с Ассирией, Языкия укрепил стены Ярусалима, обнес стенами новые кварталы, улучшил снабжение города водой, построил пруд и туннель к нему. В те дни в Ярусалиме жило около двадцати тысяч человек. Археологи обнаружили фрагменты стены Языкии. Эта стена была воздвигнута в самом конце восьмого века до нашей эры. Даже небольшой раскопанный фрагмент толщиной семь метров дает представление о том, сколь массивными были в то время укрепления Иерусалима. Такие стены, думал Языкия, защитят его от ассирийцев. На случай осады Языкия, по-видимому, заблокировал доступ к источнику Гиххон с внешней стороны города. Одновременно он велел построить длинный тоннель, по которому вода Гиххона текла в центр города. Длина этого туннеля свыше полукилометра. Его копали с обеих сторон, вероятно, следуя трещине в скале. Там, где рабочие встретились, на стене была сделана памятная надпись, в 1880 году найденная археологами. Постройки времен Языки впечатляют, но он не рассчитал политической ситуации, а сирийцы вторглись в Иудею и разорили ее. На русский язык фильм озвучен на студии Нота по заказу российского библейского общества в 2005 году. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»